Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Одна из таких твердынь российских финансов, один из гигантов российской экономики отдает Богу душу. Речь о Газпроме, да. Значит, смотрите, он сегодня, третий, сегодня, в прошлом году, третий раз в своей истории показал убытки за весь год. Это причем, учтите, что это он показал убытки, причем там огромные убытки, по-моему, 629 миллиардов рублей и это большая сумма, особенно, учитывая, что это же учитывает и газовую часть этого Газпрома, и негазовую. У него есть разные стороны деятельности и как бы он негазовыми, негазовой частью деятельности попытался вытянуть газовую. Не получилось. То есть, вообще, абсолютные убытки 629 миллиардов ваших вот этих вот фублей. И это третий раз за всю его историю существования. Такая ситуация была в дефолтной 1998 год. И, если я не ошибаюсь, 2020-й, когда была пандемия, резкий спад спроса на углеводороды, в том числе на газ, но это объективные причины были тогда, тоже был спад. Вот. Ну а сейчас, понятное дело, Европа полностью отказалась от продукции Газпрома, то есть от трубопроводного газа, который продавал Газпром полностью. Там осталось буквально считанные проценты. Он потерял Европу. И, чтобы вы понимали, ну сколько он в Европу раньше перегонял газа? Ну, где-то в районе плюс-минус, пускай, 80, там, 90, может, до сотни миллиардов кубометров газа. Этого сейчас нет. Они говорят, мы сейчас Китаю продали очень много, бла-бла-бла, вот именно, что бла-бла-бла и ко-ко-ко. Китаю вы продали 23 миллиарда кубов всего-то по заниженным ценам. Не по тем забудьте, это не... Что, что вы продаете в Китае сейчас с расистом, это половина тех денег, я имею в виду, за кубометр. За что вы продавали в Европу? В Европу вы продавали по цене Роттердама. А в Китае вы продаете по китайской цене. То есть, сколько скажут, столько и отдаёте. Я там вообще знаю, что там близко к себестоимости, там что-то 50 долларов или что-то типа этого. Поэтому забудьте. Это... Вот эти 23 миллиарда, которые вы продаёте в Китае, это ничего. Это пшик. Без палочки, да? Это первый момент. И второй момент интересный. Силы Сибири. Значит, протянули туда одну нитку. Она не загружена. Сила Сибири один работает. Так вот. Значит, и Путин говорит этому ж Дэн Сяопину, извините меня, конечно, Худзин Тау, тьфу, всех перебрал. Как его там сегодня? Мао Цзэдуну или неважно. Дядюшки Си. Всех-всех перебрал. Да, говорит, дядюшки Си, что мы, значит, давайте строить Силу Сибири-2. А тот ему говорит, ну давай, конечно, давай строить. Только не строить, а ты будешь строить. Мы не. Мы и одного юаня в это дело не вложим. Вот ты построи Силу Сибири-2, а мы, может быть, купим газ. Но, скорее всего, не. Он нам нафиг не нужен, у нас переизбыток. Это так, чтобы вы понимали, да? Значит, Путину сейчас предлагают вложить миллиарды долларов в этот самый, в Силу Сибири-2, за которую китайцы, может, ничего и не купят. Я уже молчу о Северном потоке-1, Северный поток-2. Короче говоря, полный аут. И вот контора, которая наряду с Роснефтью, да, например, приносила миллиарды долларов прибыли в российский, в путинский бюджет, сейчас приносит долю с маком. Ничего не приносит. Вот так вот. А вы говорите, санкции не работают. Как же они не работают? Они исключительно полезны. И санкции, они, когда глобальные, это хорошо. Вот сейчас там по нефти что-то они пытаются вытянуть, но это отдельная история. Там все сложно. То вот с газом у них капец. А газ это был номер два, как говорится, по их методологии, подсчета ВВП и так далее. А, ну и номер три, это, конечно, военное производство. Тоже там полный швах. Они, конечно, его раскрутили. И сейчас в абсолютных цифрах оно выглядит хорошо, привлекательно. Да, ну что такое военное производство сейчас и, например, пять или десять лет назад. Объясняю. Пять или десять лет назад ты продал, скажем, в Индию двадцать самолетов МИГ или СУП. Получил кучу бабла, миллиарды долларов. И вложил их в свою экономику, потому что это чистые бабки, которые к тебе приходили. Из той же Индии. Не знаю, из Пакистана, из Эфиопии и так далее, и так далее. А сегодня куда это все? Ни Индии нету, ничего нету. Все отказались от российской военной техники. Оно не продает. Оно действительно производится в большом количестве. Поступают на фронт эти танки, эти пушки. Это все в течение дня, двух, трех, пяти дней, недели это все перемалывается в металлолом. И получается, раньше же это было дополнительные деньги от Индии, еще от кого-нибудь. А сейчас это дуля с маком, потому что ты его произвел, оно сгорело, его нет. Ни копейки денег с этого нет. Поэтому военное производство, считать, как, знаете, увеличение ВВП, это глупо. Они сейчас его считают за счет военного производства, как бы показывают, что у нас, что у нас ВВП в плюсах. В каких же плюсах? С таким же успехом, как вы сегодня вот производите это военное оборудование, которое горит за одну секунду, вы могли бы выкинуть деньги в форточку. Хотя лучше бы все-таки помогли где-нибудь нищим или бедным странам. Но это же не про вас. Вы только вырезать людей умеете и убивать.